Дамы и господа, доброго времени суток, с вами Готика Сократ, на этой неделе у нас обновление, к сожалению, печальное, об этом мы тоже поговорим, но у нас вышло классное обновление на нашем РП сервере, напомню, скоро состоится его открытие, если быть точнее 23 марта, мы планируем его открытие, уже показать все то, что мы разрабатывали на протяжении этих долгих-долгих месяцев, спасибо всем тем, кто поддерживал и ожидал наш проект РП сервер Wild World, и также мы поговорим о том, что думает S-Fans по поводу будущего обновления, когда его ожидать и в принципе порассуждаем на тему, почему так долго в Red Dead Online не бывает обновлений, погнали! Ну а начать прежде всего хочется с нашего РП сервера, на нем прошло крупное обновление, добавили систему лестниц, можно купить лестницу в магазине, приставить к дому и ползти на самый верх, на крышу или куда вы захотите. Лестница пропадет через 30 секунд после установки, чтобы не засорять наш сервер. Система работы по добыче нефти. Да, вы знаете, что возле Валентайна есть нефтяной завод и бочки и вышки и так далее, мы решили проработать этот завод и добавили целую систему квестовую, посвященную добыче нефти, реализации и так далее. Можно отправлять телеграммы другу, на почте появилась услуга телеграмма, добавлена система стресс персонажа, когда ему слишком холодно или слишком жарко. Гуарма открыта для граждан, теперь можно попасть на этот остров за доллары. Добавлен блокнот, вы можете написать сообщение и оставить на месте записку кому угодно. То есть мы отправляем это сообщение куда-то на стенку, на доску при помощи команды Notepad. Об этом подробнее я сделаю отдельный стрим. Добавлена система замков, анимация дверного замка. То есть теперь вы можете видеть, когда дверь закрыта на замок или вы можете видеть, когда чужой дом закрыт на замок, а когда нет. Исправлены удары ногами, бег через двери, то есть теперь с дверьми у нас все нормально, и с дверными проемами тоже. Добавлена фракция полиции, мы добавили теперь функции, когда можно задерживать, одевать кандалы, сажать в тюрьму и многое-многое другое. Добавлен лут животных, добавили возможность фарма уже непосредственно животных, чтобы доставлять кости, потроха, шкуры, мясо и так далее. Добавлен пай-чек от государства, жалования, полиция, доктора и безработные. Каждые 15 минут от государства вы будете получать небольшие денежные вознаграждения за ту или иную фракцию, которую вы выберете. Добавлен эффект ранения, когда персонажу будет больно, будет затемнение экрана, экран будет трястись и так далее. Но мы это все с вами посмотрим непосредственно в нашем стриме. Добавлено больше 60 домов новых, дополнительных тем, чтобы исправлены косяки с дверьми с ними. Добавлены системы защиты потерявшегося вагона. То есть на данный момент мы сделали функции на нашем сервере, что вы будете встречать случайные события, как вот у нас в Red Dead Online собачка, надо добежать до трупа животного или путник просит у вас помощи и так далее. Здесь у вас будет защита вагона, который отвалился и вы будете против волн защищать и обороняться. Добавлена система штурма Fort Mercer. Для этого вам понадобится отдельная функция от администратора. То есть администратор запускает, губернатор запускает у нас функцию защиты или нападения на Fort Mercer. Более подробно на всем этом мы остановимся непосредственно на нашем стриме. И также сделаем дополнительные приятные фишки, которые не вошли в дневник разработчиков. Следить за нашим дневником разработчиков, можно непосредственно на нашем дискорд канале. Заходите в него, ссылки в описании. И также отдельное спасибо нашим спонсорам Алексея Котова, Анастасии Морс, Вовка СПБ, Предатор, а также другие спонсоры, которые поддерживают наш канал. И можете стать и вы всего от 49 рублей в месяц. И за каждый уровень поддержки офигенные плюшки будут вас ожидать. Переходим непосредственно к новостям недели в Red Dead Online. Вы скажете, что на этой неделе ничего интересного не добавили, а я вам скажу, что осталось всего 7 дней до того, как закончится бандитский абонемент 4. И ТСФАНС предположил, что выход нового обновления будет конец июня, начало июля. Честно признаться, я думаю, что будет промежуточное обновление, которое будет этой весной. И новый бандитский абонемент, мне кажется, добавят уже этой весной. Так как его уже вскрыли, собственно, прятать его уже нечего. Единственное, что разработчики будут пытаться добавить хоть какое-то обновление. Я думаю, недавнее обновление с телеграммами отлично вписывается, если расширить количество заданий в этих телеграммах. Новый бандитский абонемент и расширение роли коллекционера, допустим, еще на 10 уровней, вполне войдет в это весеннее обновление. Однако, не будем думать о грустном, и я надеюсь, что летом выйдет все-таки классно крупное обновление с добавлением действительно новых ролей. И на данный момент за вход в игру на этой неделе обладатели бандитского абонемента 4 получат карту сокровищ и 5000 очков опыта этого бандитского абонемента, чтобы вы могли его докачать. Также все получат бесплатно карту способности. Одну штучку на выбор на этой неделе. Бонус для охотников за головами. То есть у нас был самогонщик, коллекционер. На этой неделе охотники за головами получат 2000 очков опыта роли и скидку 30% на один из предметов для охотника за головами. За поимку любого преступника сейчас начисляются вдвое больше опыта роли. За участие в заданиях по поимке легендарного преступника вы будете получать вдвое больше опыта карты способности. Обладатели лицензии знаменитого охотника за головами ждут аналогичные премии за всех знаменитых преступников. Ну а я напомню, что знаменитые охотники, лицензия знаменитого охотника в каждом городе от Аннезборга до станции Уоллес на плакатах будут вас ожидать особые преступники в открытой сессии, в открытом режиме. Попробуйте найти всех 39 преступников с уникальными заданиями в открытой сессии. Они действительно классные, выполнены с душой и с любовью, как в старых добрых традициях от Rockstar. Ну и конечно же самый важный момент по поводу грядущего обновления на этой неделе. Все серии ограниченной одежды переносятся на следующую неделю. То есть шапочка казахская и так далее будут у нас всю эту неделю. К сожалению, утреннего пальто нам не добавили. Но ничего страшного, на этой неделе мы можем прокачать роль охотника за головами для тех, кто это еще не сделал. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы кверху. Для меня это очень важно. Я жду все-таки крупных сливов и крупных интриг по поводу грядущего обновления, потому что ветка QBET 2 в GTA Online начали обновляться. А это означает, что до выхода обновления в GTA Online осталось как минимум пару-тройку месяцев. Ну и я надеюсь, что разработчики все-таки захотят подтянуть Red Dead Online до уровня GTA Online. И с выходом консоли нового поколения у них наконец-то развязаны руки для того, чтобы перекинуть движок игры уже на новую площадку. Что думаете по этому поводу вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях.